Шейх, очередной раз, к сожалению, вот эти вопросы приходят, вопросы развода. Человек даже сам пишет, мне неудобно задавать вопрос. До того были нелепые все эти разводы, которые он давал. Один раз дал в гневе, один раз просто не понимая серьезность этого шага. Намерения не было, ни в мыслях не было, чтобы разводиться, просто хотел испугать женщину. Брат, что мне делать, помогите. Это не первая ситуация, повторяется, сколько раз мы на себя делаем, не играться с разводом. Ты развод дал, дал развод по-своему уме, не спеша. Если ты думаешь, ты женщину испугаешься этим разводом, или же что-то ты выиграешь, ничего ты это не выиграешь, ты теряешь. Играться нельзя, как он говорит, нелепые, как сам говорит, первый дал, второй дал. Если дал, то два развода уже нет у тебя, только остался один развод. Этот момент даже может быть с тобой уже трудным потом. Уже сейчас тоже шутко скажешь, или как ты скажешь, развод, это развод считается. За это еще раз повторю, братья. Не зря Аллаху Субхану А.Та'ала в руках мужчин дал этот развод. Чтобы умом подумал, а потом дал этот развод, какой лучше, какой нет, выбрать. В женских руках она была бы день три раза, ведь Аллах дала бы жена. За приказы, что-то не понравилось, иди отсюда. Нельзя тоже, тебе Аллах дал, чтобы ты подумал и дал время, когда Аллах давать. После очищения жены, пока не приблизился, можно Аллах давать. Вот это является Аллах сунна. Почему? Потому что ты подумал, столько времени тебе есть, месячный, 7-8 дней. Чтобы ты уже время есть, тебе подумал, нужна ли тебе этот Аллах, не нужна ли. Может, в это время примеры не получаются. За это еще раз на сиху делаю. Не играйте с Аллахом. Аллах не является для игры. Аллах не дал тебе, Аллах Субхану А.Та, оружием пугать жену. Аллах дал облегчением, когда трудности у вас мужем и женой, и не совпадает. Не получается, чтобы вы разводились. Из-за этого, еще раз на сиху, братья, не играйте с разводом. Если хоть шутка сказал, ты развод, уже получается развод. Аллаху а'лям. Хочу добавить, некоторые сестры, еще там есть вопрос, пускай совместится один. Например, муж говорит, иди домой. Если не хочешь, уходи, бери свои вещи, уходи. Это является разводом или нет? Развод, два разные есть. Есть прямые слова развод. Аллах арабский, русский развод, по-даргинскому, зухайхуду, паварский, цартабуна. Вот так, на каждом языке есть слово, которое обозначает именно развод. Это слово, если человек говорит, я с тобой развелся, там не нужны никакие намерения. Там не считается, ты шутил или нет. Развод считается. Ты разведена. Ты разведена. Это развод считается, и намерение смотрит. Есть слова, понимается, развод, и понимается, что он просто поругался и с ней, уходи домой. Да, выгнал, иди домой. Иди, родители, воспитывайся, потом приходи. Или же выходи из моего дома. Больше ко мне не заходи. Эти слова, которые прямой смысл развода не имеют. Двумысленные слова. Это развод считается или нет? Если ты намереновался разводом, да, считается. Тогда твой намерение смотрит. Муж же намерение смотрит. Если он говорит, да, я хотел развод дать, и сказал, иди домой, это развод. Если он сказал, я испугать хотел, или воспитать хотел, или что-то другое, это не развод. Это разводом не считается. Аллаху а'лан. Ассаляму алейкум арахматуллах. Судя по комментариям, многие еще не в курсе, что прежний наш канал был удален. Так вот, это наш новый канал. Все вместе сразу подписываемся, смотрим актуальные тематические плейлисты, актуальные видео, делимся ими в соцсетях, в мессенджерах, среди друзей и близких. Это помогает выводить видео в тренды и способствует тому, чтобы как можно больше людей увидело этот ролик среди предложенных. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум.